не знаю не понял не говорю по-испански спасибо пока могу за до 5 10 10 мотоциклом оказывается нельзя въезжать по закону подъем в полицию я вообще не имею право находиться там от 5 до 15 суток продержать а потом я не знаю там то ли депортирует то ли что приступаем к плану а и так друзья ну что ж настало время продолжить мой путь и приступить наконец-таки к плану а за которым не на самом деле честно говоря там становится страшно и скоро вы поймете почему решил привыковаться вместе с электро байками на электро байках зелененькие номера потому что когда я просто раз поставил сюда машина прям так найти меня так подпёрла типа какого хрена ты поставил сюда свою тарантайку слышишь тут машины припаркуются как бы зная свое место двуколесный можно конечно показалось так потому что больше свободных мест не было а сейчас мы отправляемся ребята в казахстан для того чтобы отправить мой мотоцикл вождя дальше а у нас же бензина нет черт возьми точно я забыл что мы сухими подкатились и кстати что-то у меня колесо поспустила 1 9 бар показывает и красным горит надо бы подкачать но сначала заправимся капец как у меня вещей тут даже некуда положить сувениры китайские но я уже тут наблатыкался с этой заливной чего-то я нормальную не купил так это камни строчку я использовал очень часто поэтому давайте теперь зальем вот эту это я вообще ни разу не использовал здесь еще у меня российский бензин как у меня никто их не стырил вот так вот не подошел не открутил ребята в комментариях на youtube писали что галлон это якобы там три с чем-то литра они 4 95 как я думал уж вот не знаю ребят не знаю но по весу как будто и действительно там все три литра чем-то ням 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 вот он наш российский отечественный бензинчик уже заждался пока его используют блин я рукожопа наливаю просто капец а то здесь блин бензин по 96 рублей знаете но и не хочу снова с канистрами найти таскаться с этими долбанными заморочки такие надо просить охранника чтобы он нашел кого-то с карточкой чтобы карточку пикнули чтобы я мог купить бензин потом не наливает канистре я их несу а ты же не охота у меня вон свои канистры есть нормально блин палец зафачил вообще знаете этот дальняк не идет на пользу потому что я уже визуально даже скинул килограмм 5 может быть даже 10 от этой постоянной жары от очень большой активности что нужно постоянно что-то делать руками ногами а также еще и отравился когда травишься тоже знаете как бы много теряешь в весе а привет россия да 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 раша план а еду делать кредит что короче с россией такие его круто кайфово красавчик все дела о ничего себе в этот раз показалось что у нас тут целый резерв есть еще целых две палочки как будто кипал бака но на самом деле такое бывает на эти 1.9 когда колесо холодная например сейчас она разогреется чуть-чуть расширится и будет показывать там двушечку или 2.1 я это уже заметил когда лил дождь например ставился асфальт холодным и вообще атмосфера была холодненькая поэтому сейчас посмотрим нагреется ли или нет сейчас нам нужно будет с вами отправиться в сторону границы снова для того чтобы ее перейти перейти на казахстан для того чтобы суметь отправиться дальше и воплотить все-таки нашу идею довести ее до конца а именно вручить колечко заветная девочки а с китаем мы прощаемся ну как прощаемся говорим до свидания до скорых встреч страна мне очень понравилась классные люди классная еда да правда с едой надо быть конечно поаккуратнее чтобы как я мы как минимум нужно быть подготовленным и взять с собой таблеточки но ничего себе ребят я еду прямо вдоль самой настоящей такой границы которая ограждена двумя заборами плав ничего себе что это такие интересно за андроидные коллайдеры здесь стоят выглядит они конечно круто как бы такие знаете крылья от самолета даже нет раз два три четыре забора отделяют китай и казахстан справа от меня находится пункт пропуска пассажирские но для легковых машин и автобусов которые мы сейчас будем проходить грузовики проходят отдельно мужики вот записали даже на очередь потому что машина очень много а пассажирским таким методом довольно таки просто можно и ускоренно проходить именно вот эту часто границы пешком сюда люди заходят так это был выезд откуда я выезжал значит нам куда-то вот с другой наверное стороны пока что непонятно вот китайцы которые хотят пройти границу сторону казахстана а вот наверное нам с этой стороны заезжать камеру конечно я буду ребят пока отключать потому что как и на любой другой границе съемки запрещены прохода эти границ а вот здесь по-русски даже написано переход для автобусов и автомобиля друзья рад вам сказать что теперь наклейки ниндзя клан доступны к заказу на вал берез найти их можно несколькими способами написать наклейки на мотоцикл либо наклейки moto ninja или же перейти по ссылке которая находится под каждым роликом на моем канале оригинальное топовое качество только в официальном магазине moto ninja поехали смотреть ролик дальше но тут лишь сразу документы подготовить на россия россия вот у меня еще документы есть на мотоцикл интересно выехать будет намного сложнее чем например заехать сейчас проверим туда идти ребят впервые встретил сейчас китайцы который говорит по-русски там такой пограничник он на китайские русские знают хорошо говорит показывает документы давай там декларацию иначе без декларации мы тебя не выпустим не знаю какую декларацию имеет ввиду надеюсь сейчас проблем не возникнет возьму все документы что у меня есть фуф ну что ребят меня все-таки выпускает китайская сторона но не без приключений как обычно и сейчас выйду и вам расскажу здрасте надо да русский мотоцикл китайский да 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 казахстан все счастливо так ну вроде бы вроде бы вроде бы китай выпустил ну да да теперь я нет на такой маленькой нейтральной территории где очень много машин я надеюсь мне нужно с ними стоять как бы вместе проезжать до китайцы там крикнули чтобы я не стоял вместе со всеми но и это правильно я считаю это логично это разумно так интересно где у нас тут слева легковые справа грузовые походу пойдем узнаем может мы можем как-то побыстрее проскочить ну а чё нет не стоять же в этой огромной пробки сейчас пойдем узнаем ребята совсем недавно мы показали вам как мы открывали мото сезон лавр вели дэй что скажете как вам понравилось не понравилось обязательно поделись своим мнением в комментариях мы сделали открытие но мы не делаем никогда закрытия почему потому что мы сезон не закрываем мы отправляем свои мотоциклы в теплые края в краснодарский край для того чтобы продолжить кататься там по серпантинам у моря короче я в краснодаре до 9 роллинг мод открывает нам большой салон дорожной техники я думаю может быть с ребятами тогда сделаем там сходку и заодно подписи новые мотоциклы когда это будет это короче 9 декабря в 12 часов начинается сбор в 13 будет официальное открытие суша идея это неплохая можно быстрее там с ребятами пожать руки сфоткаться и подарить им по наклеечки например естественно смотрите ребят проходить это будет в новой адыгее тургеневское шоссе 12а это прям недалеко от города краснодар ну что ж ребят краснодар за тогда до встречи 9 числа в 12.00 фуф ну что уж короче сколько раз уже удалили погранцы мои видео потому что снимать нельзя ребята здесь снимать нельзя поэтому давайте все-таки я выеду отсюда и всем расскажу как что было но прежде чем ехать дальше заскочил вот здесь вот вот такую столовочку асхану заказал манты с миском правда пока так и не понял с каким именно подкреплю чтобы были силы и поеду дальше блин как мне на самом деле становится лучше когда я тоже вернулся в казахстан потому что здесь найти более привычную для европейцы еду намного проще всем приятного аппетита фуф ну что же друзья рассказываю вам о проблемах с которыми пришлось столкнуться выезжая из китая и въезжая в казахстан наивно я конечно полагал что при выезде проблем будет меньше сложностей и как-то уже знаете налегке ехал по известной тропе по уже ранее пройденном маршруту но оказалось ни хрена подобного если на выезде больше делала мозги казахская сторона то в этот раз китай имел ко мне очень много вопросов а почему спросите вы а все потому что они требовали декларацию на технику который у меня не было если казахская сторона очень долго выясняла почему у меня не было печати в паспорте на въезде в казахстан и как я вообще попал в страну в этот раз китай начал задавать вопросы как я вообще смог попасть в страну без декларации а по факту все так и было я просто показал свой паспорт свои водительские права российские и техпаспорт на мотоцикл российский тоже и пограничник китаец меня спокойно пропустил таможенников китайских просто не было никто мне не спрашивал некий декларации но в этот раз уже на выезде я познакомился именно с таможенной службы которая попросила у меня вот это вот именно китайскую декларацию на технику на что я ответил у меня нету и как бы впустили меня без нее китайский таможенник начал приглашать руководителя они начали долго общаться на эту тему мне очень повезло что китайский таможенник он знал русский язык он единственный из всей таможенной службы кто был русскоязычный он говорил хорошо на русском языке мне очень повезло что на этой смене выпал именно он конечном итоге они сказали ниндзя мы тебя не выпускаем мы не имеем права поскольку у тебя этой декларации нету на что я сказал что блин черт возьми ну вы же меня как-то впустили значит и как-то выпустить должны они долго-долго думали решали что с этим сделать завершение я уже думал звонить в российское посольство для того чтобы ну как бы спрашивают что мне делать как мне делать эту декларацию китайскую подошел спросил что я звонил посольство мне сказали не 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 подожди подожди потому что я думаю что они понимали что все таки это их косяк то что их таможенная служба не досмотрела когда пускали меня в китай чуть-чуть окнаете побурчали побурчали и в коричном итоге все таки пропустили меня на выезд после чего я въехал на казахскую территорию на границу у меня спросили какого черта я вернулся я сказал что ребята я решил действовать по плану а они такие чёрт возьми какой еще нахрен плана я ему сказал подписывайтесь на youtube и на telegram и обязательно обязательно узнаете в чем дело конечно решил под заснять немножечко они это все увидели в итоге вытащили флешку из гоу-про сказали братан здесь нельзя снимать мы должны выписать тебе штраф ну ладно так и быть короче не выпадем выписывать штраф просто удалим видосы везде где мы попали ареста нужно понимать что закон нужно выполнять в любой стране тем более когда находишься не на территории своей страны нужно их уважать чите и выполнять все-таки эти законы у нас здесь платная дорога шлахбаумов на въезд нету только на выезд да конечно ребят китай это сплошная заморочка с учетом того что не везде можно ехать на мотоцикле и я по сути вообще нелегально получается проехал на территорию китайской народной республики без этой декларации а чтобы было если бы меня задержали бы какие-нибудь такие более строгие полицейские где-нибудь уже в середине китая и попросту быть депортировали бы я только сейчас начиная понимать что я все-таки выбрал сейчас правильный путь а именно план а которому нужно было конечно следовать изначально причем знаете в китай меня пропустил пограничник вообще легко он снял у меня отпечатки пальцев он проверил документы на мотоцикл посмотрел что у меня есть поправ и без проблем выписал два талончика благодаря которым я легко объехал на территорию китайской народной республики не знаю быть может его за это конечно же накажут я и подумал раз меня впустили значит я легально на фазусе на территории китая а также китайские таможенники спрашивали меня куда я успел съездить когда я находился в китае я им подсказал города которые я проезжал после чего они попросили мой телефон типа дай посмотреть что там наснимал на фотку было конечно на минутку неловко потому что вообще не знал принципе насколько это законно и насколько их требования законны но я дал таможеннику свой телефон но он полистал фотографии посмотрел фотки видосы которые наснимал что я ем где я устанавливаюсь благо там ничего такого 18 плюс конечно не было а то знаете всякое бывает конечно же не мои дикпики а все-таки там всякие подписчицы присылают разные ну да ну да в общем ребята стояли анализировали и думали насколько безопасно меня просто так вот без декларации выпустить где я был что я там наснимал что я там на фотку я после этого даже запереживал попросил у них отойти ненадолго вернулся к мотоциклу к шлему снял гупрошку и спрятал ее потому что подумал что они могут попросту попросить весь контент который я наснимал в китае удалить поскольку я по их мнению незаконно если въехал и пребывал там значит незаконно получил эти фото и видео еще когда самый первый раз меня задержала полиция когда меня не заселили в отель они выдали мне памятку что я нахожусь в зоне где туристам запрещено и вся фото и видео фиксация полученная незаконным способом должна быть попросту удалена моя спрятал на всякий случай гупрошку но они ее не заметили поэтому вопросов никаких не задали а так бы хрен его знает удалили бы не удалили но лучше было перестраховаться вот друзья о чем я вам и говорил переднее колесо у нас при нагреве раздулось до 2 и 1 и теперь даже не горит красненьким колесо что нужно под накачать давайте заедем заправиться уже на казахскую заправочку с довольно таки выгодным бензином опять это китайские хрени что такое за андроидный коллайдер так подождите это что все очередь на заправку охренеть чё серьезно о бог мой а где ближайшая еще заправка охраните что больше заправок нету что ли очиметь ребята это все вот эти вот фуры стоят на заправку не но я знаете что мы его нахрен поехали дальше я принципе еще есть наверное километров на 50 на резерве проехать резерв даже еще пока не загорелся но я думаю полтинник точно еще у меня есть одна канистрочка как все-таки здорово что канистры есть знаете вот еду сейчас и такой посчитал что я от алматы до китая доехал примерно 350 километров после чего еще по китаю я проехал порядка 700 километров друзья уже накатал тысячу поэтому мне нужно смазать и почистить мою цепь особенно после того как закидала дерьмом просто всяким вожака заодно сейчас зальем оставшийся бензин чтобы уже совсем не обсыхать на дороге а сделаем это в зоне для отдыха для настоящих дальнобойщиков а я по идее тоже дальнобойщик только такой знаете маленький сейчас попробуем поставить вожака на центральную подножку для этого мы на нее прям наступаем всем весом давай вожак это не просто ребят здесь нужна сноровка не просто еще жара такая началась тучек нету давай мы сможем и 1 и 2 и 3 да радости полный станет небольшой минус того что у нас перевес идет на заднюю часть нас видите в отрыве только переднее колесо а задняя стоит поэтому его нужно конечно так вот чуть руками нагибать чтобы прокручивать колесо так нам понадобится очиститель цепи и вот такой еще очиститель мотоцикл нам точно понадобится потому что вождя закидала просто нереально заедем в город на моючку и обязательно и обязательно попшикаем вот так вот уже прямо сейчас конечно хочется это сделать но по-хорошему конечно нужно сначала эту всю грязь скинуть погнали вожак как же тебя закидала жестко китайской грязью горной сейчас цепочку почистим как следует просто отлетает куски грязи знаете на юге казахстана стоит такая жара что здесь даже не нужно никакой тряпочкой протирать после того как очистил цепь потому что стоит оставить на 10 минут и все остатки очистителя просто высохнут естественным образом наша смазочка цепи дорожная дорожная конечно не спортивная ее будет видно чуть чуть сложнее но по идее нам хватит и дорожной смазочки для ваджа промазываем с одной стороны такая прикольная у них на самом деле новая вот эта вот штучка для прыска я добротно всегда мажу знаете что прям сальнички точно везде промазались чтобы цепуха нам прослужила долго максимально сколько возможно и промажем еще также сзади некоторые мажут только с одной стороны например таким образом как я сейчас потому что смазка все равно на все сальники попадает но я добротненько промаживает и так и так дозаправим вожака хотя блин я даже не знаю нужно ли это заливная горловина мне кажется проще сразу сюда уже заливать на хрен ее чтобы я делал без этих двух канистр бум так дорогой китайский бензинчик ё-моё нельзя проливать ни капельки лишнего на цвет знаете прозрачненький прозрачненький никакой не там желтый да без заливной горловины конечно так себе получается конечно ё-моё столько блин бензина лишнего выливаю бедный вождик важный момент что нужно канистры кстати скрывать периодически потому что от жары они знаете там скапливаются давление их раздувает я это заметил потому что форма канистры изменилась поэтому периодически откручиваю их если у них есть бензин и спускаю все накопившееся давление давай вождь кушай ты должен меня братишечка довести до следующей заправки потому что впереди снова степь пустыня и нихрена нету слева не справа придется чуть-чуть в тошнотном режиме сейчас поехать ну ничего зато вождь стал на 10 килограмм легче лишний бензинчик тут сотрем потому что все-таки бензин когда попадает на лакокрасочное это не есть хорошо тем более еще жара стоит нереально дикая вроде ничего такого криминального но все равно лучше позаботиться о внешнем состоянии а то у нас и так вроде здесь тормоза нету ну что погнали дальше знаете вот теперь когда у тебя осталось одно деление до резерва и у тебя пустые канистры сзади я впервые еду довольно таки не уверенно и даже не знаю стоит ли мне объект держать 130 или даже скинуть до соточки ли 110 потому что я не знаю где ближайшая заправка у меня еще и телефон разрядился в общем победитель по жизни интересно а в казахстане есть такая функция как у нас в россии когда ты обсыхаешь на платной дороге ты звонишь по номеру телефона экстренной помощи приезжает аварийный комиссар и приводит тебе бензин столько сколько нужно тебе лет до следующей заправки эта функция у нас является бесплатные но только нужно заплатить за бензин по себестоимости вот интересно что делать если вот так вот на платной трассе в казахстане обсох так ладно это уже не смешно хрен на тучи километров проехал заправки так нет и нету нету у меня сейчас уже резерв загорится давайте хоть примерно посмотрим когда она будет что за участок дороги такой странный до алматы еще 140 километров последние 150 км вообще нету нигде этой заправки где-то поближе есть кроме алматы и ни одной заправки не можешь такого быть как так-то ладно в общем ребята бензина еду а это значит что пора передохнуть попить водички и вообще давайте позвоним камбоджийской девочки который я по плану б собирался заехать алло алло нихао я же еду как те мой новый байк я по китаю ездил я на самом деле тебе коротенько смотри на самом деле что у меня есть на самом деле это кольцо я тебе покажу его когда-то когда мы с тобой близко общались ты же меня чаток себе приглашала я подумал решил приеду тебя навестить но бахну сам на байке и чтобы не ехать с пустыми руками подарить тебе что-нибудь такое по-настоящему важное загорелся идея короче привести кольцо и вот когда я набрался сил восстановился купил байк который точно пройдет такое расстояние и отправился в путь но пока я ехал чем дальше я езжал от дома тем больше понимал что этого кольца заслуживает другая девочка но идея тому чтобы тебя навестить осталось я подумал что почему бы и нет я просто навещу и может бы сделаю татуировку я сейчас принимаю решение по плану а своему и продолжаю свой путь для того чтобы его вручить девочке которая думаю что все-таки заслуживает хотел очень показать тебе это кольцо что ты скажешь вообще но что-то как-то особо сильно не получается потому что китай это сложная страна для мотоциклиста вообще здесь очень сложно ехать на своем байке очень много правил разных король заморачивайся жуть ты же не расстроилась правильно слушай но я проделал полпути до цели теперь мне еще столько же нужно бахнуть чтобы наконец-таки вручить кольцо ну не знаю я типа никогда не вручал никому кольцо в общем самое главное не расстраивайся будут проблемы решай алло алло не слышишь меня а я тебя не слышу ладно тогда на связи наверняка конечно и хотелось увидеться хотелось пообщаться в моем видении это было бы проще все сделать когда бы я приехал бы лично к ней и просто бы показал бы вот смотри видишь это кольцо да оно могло быть твоим но нет ну блин конечно это наверное это неправильно ребят что думаете я не знаю напишите в комментарии я честно говоря ожидал что она меня подкалывает подстёбывает как обычно это бывает но как то от нее этого не услышал поэтому все таки смею полагать что ее это расстроило видимо может быть даже и сильно погнали дальше не знаю ребят не знаю как бы с одной стороны но я считаю что наверное все таки этот разговор имел место быть и нужно было все таки как бы рассказать да а может быть и нужно было вообще я не знаю ребята я не знаю я просто вот делаю так как чувствую иногда я могу ошибаться я не знаю напишите в комментарии что вы думаете на этот счет ну что ж друзья 5746 километров и у меня загорелся резерв сейчас вообще если я как то неправильно поступаю то судьба должна меня наказать и осушить просто на этой трассе чтобы я не добрался до города или до первой заправки будем рассчитывать что хотя бы еще 50 60 километров я на резерве все таки проеду в таком тошнотненьком режиме и заправка появится перед нами словно оазис ребята вот он вот он похоже мой оазис да ребята наконец таки эта заправка офигительно так 96 конечно 96 за 240 тингета сколько это 240 на 5 поделить вот столько это рублей ошеломительно здравствуйте первая или вторая не работаете а ближайшие сколько километров ну ладно вожак не нужен тебе 96 не скажи хотя бы 92 дайте а то я уже на последнем издохе еду ну ничего сейчас тебя покормим инга что и как рвется ну сейчас как заправимся как вдарим просто полную тапочку до города Алматы и наконец таки отмой вожака table 97 нету 8 2 а 5 нету ну ладно порадуем 2 Ура, наконец-таки я вернулся к напиткам, хотя бы где название, которое я знаю Значит, что можно немножечко энергетика бахнуть И какой-нибудь вкусненькой водички Обожаю Казахстан за вкусную водичку Вот такой вот очень вкусный, с березовым соком Возьмем его, потому что он прям большой, суперский Итак, божак, ты этого заслужил Наконец-таки нормально по-человечески заправиться вот так на заправочке Пистолетиком, а не вот эти вот канистры носить Ой, блин, даже я, честно говоря, соскучился По человеческой такой обычной заправке Знаете, прям чувствуется какое-то такое единение с байком в момент заправки Я уже честно соскучился по этому ощущению Вот именно когда с пистолета заправляешь Привык, что либо так, либо ну как бы никак Вот это я понимаю, цена на бензин 205 тенге Что означает примерно 40 рублей А не 96, как в Китае Поэтому все, кто там жалуются, что в России дорогой бензин или в Казахстане Ребята, в странах бывшего Советского Союза бензин еще и ого-го какой дешевый Так, что там камбоджистка, что-то там настрачивает теперь после разговора А вообще ты выглядел очень страшно, тебе бы отдохнуть А я ничего не полна с твоим кольцом Если это для твоего блога, тогда это прикольная идея и задумка Путь самурая А теперь еще и девочке кольцо везешь Ничего не понятно, но очень интересно Короче, набирай, нормально поговорим Здесь даже она ничего не поняла Так как же мне объяснить аудитории, что я вообще хотел и что я задумал Сложно, сложно Господи, как же сегодня приятно и свежо едется по трассе Ребята, вы бы знали За все время моего путешествия, вот почти за 6000 километров Просто с таким кайфом сейчас еду в футболочке Так приятно обдувает Не холодно, не жарко Вот просто как надо Быть может это все потому, что я теперь еду все-таки по маршруту плана А Туда, куда нужно, я не знаю Возможно, это правда действительно как-то связано Просто сегодня даже ветер какой-то попутный, знаете Даже не задалбывает вовлинг Ребята, понимаю, что сложно понять эту запутанную историю Но постараюсь вам еще раз объяснить Я хотел навестить девочку, вот эту, которая живет в Азии, в Камбодже С которой мы просто друзья и раньше довольно-таки близко общались По факту в этот раз я хотел ее навестить для того, чтобы с ней просто повидаться Пообщаться, показать ей кольцо Но сейчас уже обстоятельства сильно изменились И в моей жизни появилась другая девочка К которой я хочу привезти и вручить это кольцо И сделать предложение руки и сердца Что я сейчас, собственно, и собираюсь делать И пройти те самые заветные 12 тысяч километров для нее По факту все эти 12 тысяч я действительно еду С самой первой серии, с самых первых километров я еду Именно для той самой девочки, которая, надеюсь, мне не откажет Ну а если откажет, значит тому так и быть Настоящая истинная правообладательница этого кольца Конечно же, живет намного ближе, чем 12 тысяч километров Но я хотел сделать тем самым такой большой круг Лешкануть так немного на несколько тысяч, а даже десяток тысяч километров Ну быть можно, чтобы и для себя тоже как бы многое понять Чтобы точно уже для себя решить У меня было действительно много времени для того, чтобы подумать и решиться на этот для меня лично Довольно-таки смелый шаг Так, сплатная дорога закончилась Я вот не совсем понимаю, только а мне как оплачивать, интересно А хрен его знает, да, как мне оплатить Попробуем, а, ну вот не открыли Спасибо большое Ох, нифига мне как занесло, так что задницу Это, наверное, от смазки, может быть, цепи или там просто бетон такой скользкий Фуф, ну спасибо, спасибо, ребята казахи, которые меня пропустили Вы не подумайте, я не против заплатить, а платить платную дорогу Я просто не понял, не разобрался, как там это делать А быть может вообще здесь платная дорога в Казахстане для мотоциклистов и бесплатная Я так до сих пор и не понял, честно говоря Ребята, я сейчас проезжаю мимо KFC и просто понимаю одно Я так чертовки соскучился по фастфуду, по этим крылышкам куриным, по там какому-нибудь Бургер Кингу Я просто охренеть как хочу фастфуд Причем такой сетевой, знаете, вот этот Макдональдсовый там Бургер Кинговый, KFC-шный Вообще пофигу хочется такого, знаете, вот прям вот повседневного фастфудика Знаете, что я начинаю понимать? Что мне Казахстан как-то больше по душе, чем Китай с точки зрения того, что вот я еду сейчас и висит такой билборд, где кто-то выкидывает из машины мусор и там так перечернуто, что типа запрещено И вот знаете, в этом плане казахи делают более правильно, чем китайцы, потому что китайцы вообще, знаете, не заморачиваются Они могут курить везде, где угодно, там по улице и бычки везде эти, знаете, бросают, кидают Я, наверное, был один из немногих, кто просто тушил сигарету, доходил до мусорки и выбрасывал ее Многие просто бросают бычки, где попало, где стоят там и бросили Некоторые даже кидают мусор, там допили, например, сок и бросили прям под ноги Не знаю, конечно, говорю не за весь Китай, может быть, я был только в той части, где как бы особо за этим не контролируют, не следят Но знаете, все-таки такое вот первое впечатление, там к курению намного проще относятся, например, даже курить можно было в тех отелях, в которых я останавливался Там везде стоят пепельницы, пепельница около кровати, пепельница в ванной, пепельница при входе В общем, везде Для меня это, конечно, было немножко дико, потому что я уже от этого отвык Может быть, это разница менталитетов, либо же просто большая разница в каких-то законах Либо просто мне так повезло Да, красиво, конечно, Алматы выглядят с этой стороны Я еще не заезжал, прямо у подножия гора, знаете Город, и на его фоне располагаются такие красивые, огромные просто масштабы в горы И мы видим, как летит самолет, на котором нам Тора вскоре предстоит с вами будет взлететь По поводу уступания здесь дороги, конечно, здесь, наверное, как в Краснодарском крае Тут такое особо не приветствуется, знаете, если ты где-то там пробираешься, пробираешься, ты должен просто быстро выскакивать И залетать прямо вот в то окошечко, какое можешь, потому что тебе тут не дадут как бы залезть Здесь нужно быть просто быстрым таким, знаете, юрким, просто успевать везде, везде, везде Если ты где-то не успел, или тебе кто-то там пригодил дорогу, тебя хрен кто пробудит Будешь стоять и ждать, пока все проедут Как же приятно видеть вывески на русском языке Знакомые буквы, знакомые названия Да, пускай из них половина на казахском, но все равно хотя бы буквы похожие, которые можно читать Не только иероглифы Так, ну что, где-то здесь наш отельчик О, PS-клуб, как раз мне нужен компьютерный клуб для того, чтобы я залил контент А вот, 7 days at hell Пойдем узнаем, можем ли мы здесь заплатить карточкой, или нужно все-таки ехать снимать наличку Здрасте Так, я бронировал у вас на сегодня Только такой терминал для оплаты картой? Красный, да, Каспи? Сколько? 16 тысяч, да? Тенегич, давайте посмотрим, сколько у меня есть Минус 1 Подвальное помещение Ну, это отельчик такой довольно-таки недорокой Давайте посмотрим, что здесь предлагается Номер на одного у нас Вот такой вот компактненький Так, ну здесь есть кровать Здесь есть душик Такой вот азиатский вариант Прям сразу здесь на пол Без всяких там душевых кабин В принципе, за 16 тысяч тенге Номерок неплохой Ну, такой одноместненький Мне много не нужно Уютненько зато По стоимости это на рубли порядка 3000 с небольшим Может быть там 300-300 рублей На первый взгляд может, конечно, показаться, что номер такой недешевый, знаете Это такой, наверное, самый недорогой здесь номерочек Но в Алматы вообще, я вам скажу, довольно-таки дорогое жилье Это одно из таких самых недорогих, что мне удалось найти Тот отель, в котором я ранее останавливался Там номера все заняты Остался только люкс И стоимость его 9 тысяч в сутки А я, знаете, ребят, уже так долго в пути И уже устал так много денег тратить на эти отели Ну, даже в Китае были повыгоднее, конечно, цены, чем в Алматы на проживаниях Но главное, что здесь есть душ, где поспать Wi-Fi и стиралка Стирают вещи, а еще и завтраки включены По-моему, неплохо